Да помилует его Аллах. Как-нибудь не так, помолись, исповедуй свою религию не так. Тебя точно так же заберут, или там борода у тебя неправильная. Заберут, запытают до смерти, привезут и прикажут закопать по-быстрому. Как в случае, например, с Турполом Исраиловым. Как-то по-доброму отнесись к заключенным. В Грозном преследует колдунов. Да, кстати, последние несколько дней ЧГТРК «Тое дело» закидывают нам сюжеты о том, как поймали очередную колдунью или колдуна, знахаря. Вообще, если кто-то этого не понимает, колдун – это тот человек, который наводит порчу. Это человек, связанный с джиннами, с параллельным миром, в который мусульмане обязаны верить. Тот мусульманин, который не верит в мир джиннов, не является мусульманином. Это один из толпов имана. И это те люди, которые заключили сделку с дьяволом, продали душу дьяволу. И посредством этой торговли, которую они с ними произвели, слуги дьявола, слуги сатаны из числа джинов, из числа людей, помогают вот этим вот колдунам в том, чтобы они обманывали людей. На самом деле, они, конечно, не могут предвидеть будущее и так далее. У них нет этих талантов, что ли. Они не обладают этим. Они просто обманывают людей. Но у них есть возможность наводить порчу и вредить людям. С помощью этих джинов они могут навредить здоровью человека, могут там какие-то создать иные проблемы, чтобы у человека будут душевные проблемы. И, безусловно, это является абсолютным злом. И в большинстве своем наш народ, в своей основной массе, он это прекрасно понимает. И отношение к колдунам, оно крайне негативное. И именно вот это сейчас использует кадыровская пропаганда. Это такая золотая жила для них. Каждый день показывая, как они типа борются со злом, они тем самым набирают вот эти политические дивиденды для себя. И это пыль в глаза. Это обманывание аудитории. Тем самым просто обманывают. От того, что они сегодня поймали нескольких колдунов и показали их по телевизору, тем самым отчитывая их, все, что они там с ними сделали. Мы сегодня отвлекаемся на это и думаем, вау, как круто там, они борются со злом. Но вы забываете о том, что и те, и Кадыров, и вся его свита, и вот эти колдуны, это люди, которые служат одному и тому же дьяволу. Они и те являются его слугами, и эти являются его слугами. Это как, это знаете, как вот, представляете, ФСБ, допустим, арестовывает какого-то, например, вот этого Захарченко, у которого там несколько миллиардов дома было, нашли. Вот ФСБ провело операцию, допустим, арестовало какого-то следователя. Или прокуратура провела там какое-то расследование и выявила какого-нибудь того же ФСБшника, например, коррупционера. И люди сидят и обманываются этим, говоря, ух ты, они там молодцы, да, работают. Не понимая, что и те служат одному Путину, и те служат этому же Путину. Это его, и ФСБ это его рука, и прокуратура это его рука, и Следственный комитет это его рука, это его инструменты. И вот этот вот спектакль, который организовывается, эти наехали на тех, это типичная схема такая, при которой просто обманывают публику. Этим пользуется Путин часто, когда он разрешает там ФСБшникам напречь какого-нибудь генерала из Следственного комитета или прокуратуры и так далее. То же самое сейчас происходит и у нас в Чечне, когда одни слуги этого же дьявола под видом Кадырова и его свиты якобы разоблачают этих колдунов, других слуг этого же дьявола. И на самом деле они помощники друг другу, и нет между ними никакой вражды. Это все спектакль. Кадыров и вся его свита носят на своих запястьях нитки с узлами. Вы думаете, эти нитки им делают не эти же колдуны? Это разве не их же детище? Разве не о них же говорит Аллах Бурани о колдунах, дующих на узлы? Вы думаете, у них нет своих что ли колдунов? Это все спектакль, который призван лишь к тому, чтобы затмить наше понимание, отвлечь нас. И обратите внимание, что с ними делают. Их ловят, показывают по телевизору, ругают. И все, на этом все как бы заканчивается. А попробуй ты напиши комментарий негативный в сторону Кадырова. За это тебя запытают до смерти в ОМВД по городу Грозный, потом отвезут в Урусмартановский район, и где-то в районе селения Рошничу скинут тебя с обрыва мертвым. И потом скажут, что был несчастный случай, ты сбежал. Тебя действительно задерживали, ты сбежал, и затем ты там упал с обрыва. И поэтому несчастный случай, даже уголовного дела никто не заведет. Это я сейчас говорю о случае с Хизиром Ижиевым, да побилует его Аллах. Как-нибудь не так, помолись, исповедуй свою религию не так. Тебя точно так же заберут, или там борода у тебя неправильная. Заберут, запытают до смерти, привезут и прикажут закопать по-быстрому. Как в случае, например, с Турполом Исраиловым. Как-то по-доброму отнесись к заключенным по статьям НВФ, которые сидят в СИЗО. Тебя за это так же заберут, убьют, закопают, там несколько месяцев ты прилежишь, потом твои останки привезут и отдадут твоим родителям. Тебя опять во мраке ночи быстро закопали. Это как в случае с Рамзаном Адаевым. Сколько таких, да? Займись правозащитой. Защищай людей, которые не угодны Кадырову. Тебя либо как Эстомирову или Садулаеву тебя убьют, либо как Аюба Титиева, тебе подкинут наркотики и посадят. Выступи против какой-то кадыровской ереси, да, допустим. Скажи, что мы не виноваты в том, что нас выслали в 44-м году. Тебя, как Руслана Кутаева, тоже на 4 года посадят, подкинув тебе наркотики. То есть вот как борются с теми, кто не является их коллегами, такими же слугами дьявола. Когда ты не служишь дьяволу, с тобой борются вот так. Тебя уничтожают, тебя сажают. А когда ты такой же, как и они, их коллега, слуга дьявола, просто показывают спектакль на публику. Привозят тебя и отчитывают по каналу, по кадыровскому пропагандистскому каналу ЧГТРК Грязный. Вот все, что происходит. Поэтому я призываю вас, не покупайтесь на эту ерунду. Но от того, что одни слуги дьявола пресекают деятельность других слуг дьявола, мы прекрасно понимаем, что это все не искренне, и что это делается лишь для того, чтобы как-то отвлечь наше внимание от действительно важных проблем. Поэтому будьте благоразумны, не обманывайтесь. Но пока мы вынуждены терпеть, как и терпит вся Россия, как и терпит вообще российский народ. Ведь то, что происходит сегодня в России, это тоже тирания. И россияне терпят ее. Вот эти вот уголовные сроки за брошенный стаканчик, что ли, полицейского, это ведь тирания, это ведь такая публичная порка. Постоянные административные сроки Навального, других кандидатов, которые хотели бы пройти в Мосгордуму, запрет на участие в этих выборах. Это ведь все такая публичная порка, это ведь нарушение прав людей. Это тирания, и в целом россияне ее терпят. Почему они это делают? Потому что такой режим. Субтитры создавал DimaTorzok